Добрый день. Меня зовут Лапушкин Алексей Сергеевич. Я секретарь Федерального Совета Партии и Дела. Я буду модерировать этот круглый срок. Вначале я бы хотел сказать, почему мы выбрали именно эту тему. Третья политическая сила, активизация региональных элитов. Вчера за заслуги в решении стратегических задач экономического развития страны был награжден медалью Столыбина в первой степени министра экономического развития Глюкаль. Возникает вполне ризонный вопрос. Что это, изящный стек? Нет, правительство блестяще справляется с основными задачами. Российская Федерация. Правительство блестяще справляется с основными задачами. Это сдерживание развития российского нестроевого производства в угоду западным корпорациям и, как следствие, недопущение формирования сильного национально-ориентированного предпринимательского класса, который сможет предъявить власти требования на экономические и политические изменения. Недалеко нескольких, буквально две недели назад, разговаривал с одним из директоров машиностроительного предприятия в регионе. Мы с ним обсуждали экономическую ситуацию, но я со своей стороны немножко попытался посластить пиливу и начал ему говорить, что все-таки есть какие-то позитивные изменения. На что он мне ответил, а может быть не нужно этих позитивных изменений? Я очень сильно удивился и задумал вопросом, а почему не больше позитивных изменений? Ну, он говорит, вы знаете, позитивные изменения дают хоть слабенькую, но надежду, что сменится экономическая политика. А если их не будет, всем сразу станет понятно, что от этого правительства ничего ждать не приходится. При этом надо понимать, что существующая политическая модель власти-оппозиции уже очевидно себя исчерпала. Показательной в этом плане была пленарная дискуссия экономика России позитивной сценарии, которая вчера достаточно живо прошла и была очень широко освещена в СМИ. Где председатель комитета Госдумы по промышленности Сергей Собов, фракции КПРФ, в своем выступлении рассказывал, как нужно всем объединиться для подъема промышленности и сельского хозяйства, уходя от вопроса, что же он делал в Государственной Думе в предыдущие пять лет. А член Высшего Совета Единой России с координатами либеральной платформы Валерий Хадеев рассказывал нам, что они, в либеральной платформе Единой России, вырабатывают правильные решения, но их не слышат. Именно поэтому мы считаем, что именно региональные экономические элиты из числа предпринимателей индустриального, инновационного и аграрного секторов, которые сейчас являются фактически единственным источником управленческих кадров, ключевым фактором социальной стабильности и территории, где расположены их предприятия, а также выполняют, несмотря на что, развивая свои предприятия, критически важную миссию по сохранению технологического суверенитета нашей страны. Они нам составляют вообще надежду на какую-то возможную будущую индустриализацию. Поэтому именно они, на наш взгляд, должны стать ядром третьей политической силы и, как следствие, новой национально ориентированной российской элиты. Мы начинаем нашу дискуссию. Слово предоставляется Константину Анатольевичу Бабкину, председателю Федерального Совета Партии и Тела, президенту Промышленного Союза Новосибирскому. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, напоминаю, что ситуация у нас непростая, хотя вы все прекрасно знаете. И наша страна ведет, ну, окружена проблемами, ведет что ли борьбу, такую, может быть, не всегда ясно осознаваемую по многим направлениям. Первая, это, конечно, проблема, которая нас всех волнует, это экономика, состояние страны. Вторая проблема, это Донбасс и, в целом, состояние Украины, нашей братской страны. Даже не братская, у меня там половина родственников, да, живет. И то, что делает с Украиной, это не может нас не волновать. Вот, у нас представители русского мира. Ну, и дальше Сирия, Сербия, Ливия, ИГИЛ и так далее. Россия не может замкнуться, там, быть маленькой страной, ушедшей в себя, отвлеченной от мировых проблем. Мы должны все это реагировать на мировые проблемы, иначе мы не будем серьезной державой, а значит, мы сможем удержать свою территорию. То есть, это миссия, что ли, России, и она не может не реагировать на внешние вызовы. Поэтому, то есть, еще раз, проблемы везде, но, как расставить эти проблемы? Мне кажется, мне, для меня вот очевидно, что самая важная проблема, которую надо решать, это ситуация в экономике. Без сильной экономики, без выхода на позитивный сценарий развития, мы не решим, не сможем активной ролью в мире играть, не технологически, у нас не будет ресурсов, у нас не будет авторитета нужного. Если у нас будет деградирующая экономика и сокращающееся население. Ну, собственно, это мы и видим на Донбассе. Мы, имея свою деградирующую экономику, Донбасс всей душой хочет интегрироваться в Россию, но мы не можем предложить кооперационных проектов, не можем загрузить предприятия в Донбасс, не можем дать людям полноценную работу, полноценно зарабатывать, полноценную востребованность, имея слабую экономику. Поэтому еще раз, я хочу подчеркнуть важность экономического форума и тех проблем, которые мы сегодня в первую очередь обсуждаем. Второе, что же делать? Какой сценарий, вот мы активные люди, мыслящие люди, что мы должны делать, чтобы вывести страну на позитивный сценарий? Ну, обычно предлагают, ну, говорят, что, ну, в развитых странах говорят, ну, участвуйте в выборах, голосуйте за нашу партию, за нашу программу, за наши методы. Но, к сожалению, опыт партии Дело показывает, что система выборов у нас в России, к сожалению, великому не является методом обновления власти. Вы, наверное, знаете, если следите, что нас не допустили, например, на выборах в Костроме. В Приморье мы прошли на муниципальном уровне в Думу города Спаско-Дальнего. Таким образом, мы могли бы участвовать в будущем сентябре в региональных выборах, но выборы были отменены. Таким образом, мы лишились этой льготы, ну, то есть, лишились права, стали очередной раз лишенцами. Ну, и так далее. Примеров много, не надо расписывать вам, все прекрасно знаете, что система выборов у нас не является полноценным институтом, развития, смены власти. Другой метод, ну, скажем, Ленин, да, говорил, что, ну, наш путь, давайте готовить вооруженное восстание, там, вратить власть силы. Ну, мне кажется, что это тоже не наш путь далеко. И я думаю, что все время, ну, послуга, что ли, либералов, тех, кто 25 лет управляет страной, что они построили какую-то модель, что они построили какую-то модель. Есть какая-то налоговая система, есть какая-то банковская система, есть какая-то экономическая политика, то есть, основные институты, зачатки институтов есть, их надо просто улучшать. Мы хотим не поменять капитализм или феодализм на социализм, как это было сделано, там, в 17-м году. Мы не хотим разрушить социализм, сделать, установить другую форму управления капитализм, как это было сделано в 91-м году. Наши противоречия существующей власти не столь фундаментальны. Мы просто хотим поправить капитализм, придать стране другой вектор развития. По крайней мере, у партии дела, радикализм идеи ограничен. У нас достаточно ограничены идеи. Поэтому какие-то революционные методы, это не наш путь. Мы считаем, что эти методы, они приведут к издержкам, которые могут перекрыть все возможные выигрыши. Поэтому, еще раз, нам нужно что-то найти такое среднее. Вот. Ну, в принципе, я бы сказал, что и выборы, и переход с медной власти вооруженных путем это лишь результат внутренней работы общества. Это лишь видимые результаты невидимых изменений в мозгах миллионов людей. Вот даже, вот, если взять 17-й год, вооруженные в Астане, там, переворот, Октябрьский, он готовился задолго до этого. Еще, действительно, вчера упоминали, что Пушкин еще, там, говорил, что поп, там, поп плохой, да, вот, щелбаном у полга поставил. То есть, уже подрыв институтов общества, церкви шел за десятилетия до революции, и шло перепрограммирование общества. Отметали старые авторитеты, старые какие-то ориентиры, и образ общества, ну, как бы, ему внедрялись в мозги новые какие-то ценности, новые ориентиры, о том, что все должны быть равны, о том, что, ну, дворяне, это, в принципе, тоже умирающий класс, которые теряют свой авторитет, и так далее. То есть, еще раз, ну, их, в развитых капиталистических странах тоже выборы, это тоже лишь видимый, смена власти на выборах, это лишь видимый результат невидимой работы таких институтов внутреннего, внутри общества. То есть, какие-то общественные силы хотят изменения власти, выделяют на это финансирование, проводят работу в организационную, проводят работу в СМИ, и лишь после этого проходит смена власти на выборы. То есть, пафос моего выступления состоит в том, что мы должны работать на то, чтобы общество осознало, чтобы оно захотело перемен, и чтобы оно знало, в чем эти перемены должны заключаться. И уже метод смены курса, вернее, сама форма смены курса, это уже результаты такой внутренней многолетней работы, которая пройдет. Ну, кстати, Сергей Георгиевич Крамурза, он, по-моему, сегодня был заявлен, но нет его. Ну, опираясь на труды Антонио Громши, коммуниста, да, итальянского, который вот как раз описал, что главная роль в смене формации, в смене общественного форма правления отводится так называемой активной интеллигенции. Не формальной интеллигенции, которая оправдывает существующие строя, обслуживает существующие порядки, а активная интеллигенция, то есть мыслящие люди, которые, может быть, они являются рабочими, военными, предпринимателями, но они, каждый делая работу на своем рабочем месте, они готовят смену общественного правления, формы, общественного образа мысли, активно выступая в прессе, не знаю, просто проводя работу с окружающими людьми, делая все от него зависящее, чтобы ускорить приход нового, подготавливая смену общественной информации или курса общественного развития и так далее. То есть, еще раз, мы, партия дела, рассчитываем на внутреннее перестроение общества, перепрограммирование его, что ли. Вот, или представим себе, что президент Путин, он видит, что страна деградирует, он видит ее большой потенциал развития, он понимает, что нужно что-то менять, что либерал ее все равно в тупик, либерал, окружающий его, и которым он доверил экономическую политику. Вот, может ли он опираться на другую силу, может ли, есть ему кому доверить другой вектор развития. Я бы не стал тут четко утверждать, что да, у нас есть зародыш такой, третьей силы, которую мы обсуждаем. Что такое общественная сила? Это, во-первых, программные какие-то заявления, программы. У нас есть и программы, и третьей силы, но они, пока спросишь человека на улице, он четко не выдаст вот третья сила хочет землепрестьянам в фабрике рабочих и так триозу. Мне кажется, что он что-то скажет такое, но нечеткое. Дальше, спикеры, вот эту новую форму мысли должны представлять спикеры, профессионалы какие-то, которые знают, что делать завтра. У нас есть спикеры, но тоже они пока еще во многом не имеют федерального значения. У нас надо наращивать количество этих спикеров, ораторов. Доступ к средствам массовой информации. Тоже у нас с этим все слабее гораздо, чем у либералов. Вот наш форум, мне кажется, что первостепенные средства массовой информации активно замалчивают, я бы так сказал. Это наш форум. Источники финансирования. Очень плохо. Знаю по финансированию нашего форума, тут тоже проблемы. Хотя они есть. Дальше. научные центры. Вот у либералов, у наших оппонентов есть Пикановская Академия, Академия Госслужбы, Искус Гайдара, Высшая Школа Экономики и так далее, которые на каждое возможное будущее движение государства подкладывают свою программу, нормативные акты, проекты законов и так далее. У нас здесь тоже отставания очень сильные. Связь с регионами. Тоже здесь нам много надо работать. То есть я хочу сказать, что вот мы собрали здесь 3000 человек, которые хотят изменить экономическую политику. Мы сделали это уже большое достижение, что мы собрали такой форум, высокое представительство у нас, хороший интеллектуальный уровень, но пока мы слабы. Нам еще много надо работать. И я хочу сказать, что вот эти технологии, я сам физик по образованию, но я все больше проникаюсь уважением к высоким технологиям управления обществом, которые достигнуты, например, американцами. Тоже взять то же, что они делают на Украине. Они перепрограммировали мозги 40 миллионов людей. Они на пустом месте строят идентичность Украины на основе русофобии. Все очевидно каждому разумному человеку, что русофобская Украина будет деградировать. Она не может экономически развиваться, она не может морально развиваться. Это путь к деградации. Тем не менее, такими технологиями манипуляции общественным сознанием вот этого они добились и страна активно идет по пути деградации. И не просматривается пути вверх. Вот. То есть, еще раз, мы слабее пока либералов. И вопрос тут не в том, что нас не допускают на выборы, не в том, что у нас мы не беремся за оружие или не хотим браться за оружие. Еще раз, у нас пока мало морального авторитета. Вот мы собрали 3000 человек. Задачу нам надо ставить, чтобы через год или через какое-то время собрали 30000 человек, интеллектуалов, ну, таких распирающихся людей, чтобы они попросили власть поменять курс. Если власть опять проигнорируют, надо собирать 300000 человек. надо учиться у наших друзей либералов, которые, может быть, они не смогли собрать, то есть 100000 человек вышло на Баловую площадь. Некоторые из присутствующих, я уверен, что были там тоже. Мы протестовали против существующего экономического курса, но либералы с помощью своих инструментов, они надели на недовольство народа свою шапку. Сейчас мы считаем белолетничный протест совершенно такой либеральный, и антигосударственный. Хотя масса людей, вот этих 100000 человек, там как раз многие, я думаю, что большинство людей из них хотели позитивных перемен и разбития государства. И еще пример с могущества либералов. Был создан комитет 25 января. Через неделю, через какое-то время поздно известный либерал выступил в СМИ и сказал, а что это такое собрали? А ну-ка разберитесь с правоохранительными органами, зачем это они собрались? Они хотят поменять политику в стране. И господин Кункуров, наш тюменский коллега, оказался за решеткой, сейчас под подпиской о невыезде, он не смог приехать на нашу сегодняшнюю конференцию. Еще раз, это иллюстрация того, что либералы обладают мягкой, но очень могучей силой, которой надо противопоставлять, если мы хотим добиться своих целей. Вот, поэтому еще раз я призываю продолжать работу. Каждый из нас сегодня должен быть немножко журналистом, немножко общественным деятелем, немножко спикером, должен с окружающими работать, говорить, что потенциал огромен, все может быть гораздо лучше, есть рецепты исправления ситуации. Вот, и мы должны двигаться многим колонам. Есть партия дела, призываю с ней сотрудничать, не выступать, есть комитет 25 января, есть Московский экономический форум. Мы играем не в игрушки, ценности стоят большие на комах. Поэтому я думаю, что пока мы на том этапе, что каждодневное работа по чуть-чуть, пока мы еще не созрели, серьезные перемены, но мы на правильном пути, успехи есть. Спасибо за внимание. Спасибо. Сантехар Анатольевич, в октябре стараясь пилковую и гребанчу, руководителю движения Новороссия и представителю комитета 25 января. Спасибо. Сейчас вчера подготовил текст, все-таки попробую его сочетать полностью, если что-то добавить добавок подок. В настоящее время на официальной политической арене Российской Федерации действуют две формальные силы, два лагеря, настолько тесно взаимосвязанные между собой, что порой трудно определить, где находятся границы между ними. Первый лагерь это государственная власть, представляющая себя конгломерат корпоративных группировок, исповедующих умеренно либеральную идеологию экономической области и использующих предельно расплывчиво сформулированную государственную риторику. Власть, стараясь сидеть на двух студиях, ломирует между интересами крупного компрометовского спекулятивного капитала и союзных с ним церевых монополий с одной стороны и корпоративными интересами собственного культурного окружения с другой. В целом, несмотря на различные шатания, строго выдерживается курс на абсолютное бесповоротное встраивание Российской Федерации в мировую экономическую и политическую систему на правах младшего партнера, ведущих мировых центров силы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Вся борьба ведется лишь за степень желательной автономии в рамках данной системы, что связано с узко проконтивными интересами правящей корпорации. Вопрос о возможности реального выхода из подчиненного положения и тем более о жестком противодействии с мировым гигиономом серьезно даже не ставится, если не считать медиапропагандой для внутреннего электората. Второй лагерь представлен значительной и влиятельней группой таких же олигархических структур с широкой приемской сетью, прикрытой словно гневушкой плесенью, густым налетом творчества около интеллигенции и всех разновидностей нового класса городских обывателей. Разногласия с первым лагерьем по сути заключаются лишь в одном вопросе степени партнерства и автономии. Ибо не видят лично для себя и своих интересов никакого ущерба от полного подчинения Российской Федерации условному западу в чисто плане адвокатном статусе. Они готовы к выполнению всех формальных процедур в свойственных таком подчинении, к разоружению, к опедации остатков систем автономного развития и жизнеобеспечения, наук и образования и тому подобных издержек. Классической сырьевой колонии совершенно не нужно сокращающих количество чистой маржи вытекающей в метрополию. Просто потому, что представители второй силы так уж по факту легализованных проживают и интересы митрополии воспринимают как собственные. Таким образом, в стратегии курса Российской Федерации на вползание в глобальное сообщество между угерями существенных разногласений есть лишь тактически как вползать на коленях или на брюхе и где потом РФ с ее великой энергетической трубой будет располагаться мировой таблиаран на заднем дворе в районе выгребной ямы или в относительно благоустроенном для того, чтобы отправить остатки страны на задний двор и дальнейшего единства ее не требуется, так как чем меньше их хилеево-ссалы, тем легче их эксплуатировать и тем менее от них ожидается проблема. И тут возникает еще одно противоречие второго и первого лагеря, который хочет сохранить статус, позволяющий красиво выглядеть в приличном обществе. Первая сила хочет сохранить статус управляющего и свою долю в доходах от эксплуатации доставшегося в направлении объекта. Вторая вовсе не против его окончательно сдать на слов, так как себя в нем вообще не видит. Объект рассматривает исключительно как виновождение разнообразных ценных ресурсов, подлежащих переработке семьи партнеров облака. Как уже отметил, в связи с общей стратегией обе имеющиеся силы тесно переключены. Их представители и агенты прекрасно существуют и взаимопроникают. Что, впрочем, не отменяет того факта, что с случая смены лидера, то есть при переходе власти непосредственно в группе второго лагеря, значительная часть нынешней правящей корпорации будет отправлена под нож и, быть может, не только фигуральным смыслом. Так как она в борьбе за сохранение и расширение своей автономии, на взгляд западных сюзеринах перешла в разную черту и должна быть строго наказана. Кроме того, при отмене автономии значительная часть существующей алигархической и бюрократической элиты окажется вовсе ненужной и неизбежно будет оптимизирована, то есть ограблена и выборочена. В этом-то печальной факте и состоит причина продолжающегося, пусть крайне непоследовательного и предельно нерешительного, но сопротивления нашей правящей корпорации требованиям мирового цивилизованного сообщества. В кавычках, естественно. Она не страну спасает, а саму себя и свой статус, осознавая, что лишившись джентльменского брекида автоматически лишится и всего нашего небосильного труда. Если бы можно было как-нибудь сохранить статус, сдав страну, то ни секунды не сомневаюсь в выборе представителей корпорации мародеров. Публика, продавшая за бесценок на поток и разграблений с СССР такими комплексами, как мораль и долг перед Отечеством, я очевидно не отягощена. Именно указанным неустранимым противоречием вызван нынешний жесткий раскол властей литой на тех, кто рассчитывает и ревноинно надеется на возможность прощения со стороны Запада и последующие успешные устраивания в новую коне авиасистемы взаимоотношений хозяев-холом и тех, кому при слове существующей автономии совершенно ничего не светит. Под давлением Запада постепенно, но постоянно нарастающим и свидетельствующим о том, что дальнейшее существование бассального государства РФ не отвечает интересам глобальной олигархии, раскол в отечественных элитах неизбежно растет. Помимо всего прочего, данный раскол свидетельствует о том, что наступающий кризис является системой и непреодолимым обычными способами. Экономические и внешнеполитические кризисы дополняются внутреполитическим и внутривластным. По классическому определению Ленина, верхи больше не могут управлять по сторонам. К чему должен привести данный кризис при существующих внутреполитических раскладах? Ответ банальный. Переходу формальной власти из первого лагеря во второй. Он может быть осуществлен как путем государственного переворота по типу Киевского Майдана, так и по проверенной методике «Я устал, я ухожу». То есть путем простой уступки власти уже не имеет для нас граждан России никакого значения. Данный переход сейчас представляется абсолютно неизбежным именно потому, что действующая власть быстро теряет сокраинность и легитимность в глазах населения, а другой организованной силы кроме так называемых либералов в стране просто нет. Нет вообще. Соответственно, поднять падающую власть кроме представителей второго лагеря просто нет. Патриотические силы в настоящий момент размазаны между двумя имеющимися логерями, по большей части находясь на подхвате, на десятых ролях в лагере действующей власти и готовясь бесславно разделить ее участие. В меньшей радикальной орденами части патриотического лагеря намеревается принять участие во внешнем охранении предстоящего переворота в рядах и системной опозиций в качестве одноразового инструмента с последующей неизбежной утилизацией. Ну, чтобы, собственно, мы уже наблюдали на Украине. Между тем, именно ошельмованные с 1991-1993 года и с тех пор полностью отстраненные от любого участия в государственном управлении патриотической силы и являются единственным правильником линии на выживание страны, ее многочисленных народов, в первую очередь русского, ее экономики, культуры и так далее. Просто потому, что только их позиции, основой которой при всех идеологических различиях является восстановление реального союзнитета в экономике, политике, праве и культуре, соответствует некористным планам нескольких процентов населения, рассчитывающих путем очередной перестроенной сохранить или даже перемористой богатской власти, а жизненным интересом подавляющего большинства граждан, в том числе и основной части ее состоятельного и среднего класса, которые сейчас мечутся между сциллой, внушающей, влагательской, коррупционной и разболканной государственной машиной и хоритой новой радикально-разрушительной пиларентичной перестройки. Опыт предыдущей перестройки наглядно демонстрирует, чего ждать от радикал-либералов, и он, мягко говоря, не обнадежен. Ну и существующая ситуация в условиях раскастки жестких давлений безвне и неадекватных действий власти внутри переносится с явным трудом, а дальнейшие перспективы звучат. Пока экономическая ситуация в стране оставалась благоприятной в результате с бума ценно-сыльев, все проблемы благополучно откладывались в долгий ящик, даже те решения, которые было возможно оперативно будет. Теперь они вновь выходят на поверхность в остро-акхонический хор и все требуют решения. Рецепт первого лагеря между тем ничуть не изменился. Замораживать пока только возможно, а потом огонь само рассосется. При этом даже правильный диагноз власть поставить не решается и за него придется отвечать. В том числе я объясняю, откуда взялись болячки и кто виноват. Назвать, что первое, что второе означает подписать собственноручно яблоспоение. И очень сомнительно, что такая неожиданная откровенность будет оценена населению в качестве искупительного раска. Рецепт второй силы еще хрещи. Все безжалостно порезать, а потом пересобрать по рекомендациям опытного иностранного специалиста. При этом и цинично умалчивая, что данный специалист не хирург, а патологоанатом, специализирующийся по продаже органов и уже однажды отметившийся на операции по демократизации наших гимшевых. Еще они добавляют, ну а если даже пациент помрет, то не жалко, не вписался в рыбе. Веселый политический выбор, нечего сказать. В такой ситуации единственным вариантом для тех активных в своем населении, которым с одной стороны есть что терять, а с другой некуда бежать, является формирование принципиально нового третьего лагеря, независимо от порожденных лихими 90-ми мародерских олигархических планов и принципиально не разделяющего общего для обоих действующих сил позицию безусловной презумпции Запада. Формирование третьей силы, готовой защищать именно российскую экономику, именно российские национальные, политические, культурные и иные интересы, даже в ущерб так называемым международным и общечеловечествам. И не столь важно, какие принципиальные различия имеются между интересами имущих, в том числе действительно состоятельных, и малоимущих населения, если они рассматривают Россию в качестве сверху дома, в котором жить и растить потомство. Ведь если совокупными стараниями первой или второй сил дом будет сначала заложен, а потом продан с молодка и снесет за долги, или как вариант застрахованный подожжет, без крыши, над головой и без средств к существованию останутся буквально все, ну кроме тех нескольких процентов, как сказано, которых давно в соседних домах запасные аэродромы приготовлены. Кстати, эта невеселая перспектива касается немалой части представителей первой силы, первого лагеря правительственного, которые в соседних дворах, загодя объявлены персонами Лонграда и при попытке эвакуации туда с непосильной жадной жуткой другом будут ограблены до нитки и посаженных в клетки в назидании на потеку почтенной публики. Кажется, что понимание сей истины медленно, но верно начинает доходить к делу перейти. Но тут мы опять возвращаемся к сути нынешнего первого лагеря с его неустранимыми ротовыми травмами. В любом случае, учаимые третьи силы на этапе системного кризиса потенциально имеется колоссальная общенародная поддержка. Главное найти те идеи и решения, которые устроят большинство, без различия принадлежности к имущественным классам, народившимся за годы стабильности профессиональным сословиям, а также национальным и религиозным конфессиям. Что же необходимо сделать на этом этапе? Полагаем, что срочно, пока еще не поздно, поскольку долинчивание в что поражает наступившего системного кризиса остается по разным оценкам от нескольких месяцев до полутора-двух лет, патриотическим силам всех окрасок от классических левых до националистов следует выделиться из размазанного состояния и сформировать свою собственную третью силу. Не в качестве какой-то партии, а в виде максимально широкой коалиции, основной на общем интересе, сохранении страны и возвращении суверенитета и реальной независимости во всех сферах политической и экономической деятельности. И, пока еще есть время, достижение путем внутренних переговоров общего рамочного соглашения по основным вопросам восстановления экономики и правопорядка, организации будущей политической власти и механизмов ее обновления и смены, принципов создания и функционирования независимых друг от друга литвей власти и обеспечения реального и справедливого участия населения в управлении государством. Подчеркиваю, не электорального симулятора очередного, то есть, попросту говоря, необходимо разработать те принципы национального согласия, на основе которых придется отстраивать Россию после преодоления нынешнего системного кризиса тем или иным способом. Маленькая ремарка. В случае, если та часть действующей первой силы, которая обречена на устранение в ходе планированного второй силы переворота, добровольно и вовремя перейдет на наши позиции, преодолением кризиса будет возможно без изглоба и потрясений. В противном случае, чем дольше продолжатся попытки удержаться в замороженном состоянии, тем более тяжкими и последствиями. Поскольку в заявленной теме круглого стола обозначено особое место региональных элит, попробую подробно остановиться на их возможной и желательной роли в создании третьей силы. Представляется, что именно представители региональных элит, в первую очередь крупного и среднего производственного сектора, серьезно ущемленного компромторской политикой и финансовой власти РФ, наиболее заинтересованы, во-первых, в изменении существующей модели экономики, во-вторых, чтобы эти изменения не оказались фатальными и реквизационными в нашей отечественной индустрии, в большинстве сосредоточены именно в регионах. И более всего их интерес заключается в том, что после кризиса власти страны обеспечивали тот режим экономического благоприятствия, который позволил бы преимущественно развиваться именно национальному сектору, сделав при этом Россию благоприятной для постоянного проживания в окружающем мире, который хаотическая глобализация постепенно превращает в китайский котел. Патриотизм действительно во многом национальной идее, и он гораздо более, могу подтвердить, как коренной житель Москвы, свойственным именно регионам, а не проникнутым в концептополитическом настроении местолица. Впрочем, нельзя не отметить, что у второго лагеря так называемых либералов припасена для региональных элит собственная морковка в виде туманных обещаний больше автономии самого времени. Лозунг Крайнего Ельцина «Берите суверенитет, а сколько можете проглотить», снова проталкивайтесь в качестве приматки для тех, у кого хватит легкомыслив второй раз наступить на те же самые грабли. Поверьте нас на самом человеку, как много и тщательно изучавшему мировую отечественную историю и, кроме того, неоднократно имевшему возможность лично наблюдать последствия инспирированных иностранными силами реформ. Результаты новой демократизации в кавычках будут ровно такими же, как были в 90-х. Только масштаб и катастрофы заметно увеличится, ибо советского запаса прочности у РФ нет даже приблизительно. Парад суверенитета повторится на просторах России точно так же, как в СССР с оправдаемой целой серией межнациональных и межконфессиональных подкликтов, распадом хозяйственных связей, раком науки и производства, массовой эмиграции и скобой метеактивного населения. Что же, до перераспределения доходов, тоже упоминаемо в либеральных программах, это совершенно пустые обещания. Сливная воронка в нескольких городах миллионников, через которые ресурсы и деньги будут переказываться за границу, начнет в случае реализации плана второго лагеря действовать с утраальной силой. На долю регионов, не имеющих собственных экспортных ресурсов, не останется вообще ничего. Да и ресурсам регионам мало что перепадет. Бестабильной стране, растаскивая на куски современными монополистами и финансовыми спекулянтами, иностранными или доморощенными из разницы, не будет иметь смысла ни инвестировать, ни развивать, ни даже просто планировать свою жизнь и будущее своих детей на среднесрочную перспективу. Хищническое разграбление, прикрытое красивыми лозунгами демократии и свободы повторится снова. Полагаю, что именно региональным элитам менее всего встроенных существующих алигархических корпораций третья сила необходима как будто. Только она может обеспечить сохранение от неконтролируемого разрушения взрывшие экономические и общественные и хозяйственные иные связи с одной стороны и обеспечить с целью выхода на развитие необходимой решительной реформы экономические и муниципалитические с другой. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. Вы все уже, конечно, слышали или читали, что мы, группа общественных деятелей и публицистов, заявили о создании комитета 25 января и позиционируем его именно как третью силу. Более чем вероятно, что многим из вас такое заявление показалось чересчур амбициозным, а состав комитета не соответствующий в масштабу заявленного значения. Попробую объяснить. Мы не настолько наивны, что предполагать, что полтора-два десятка, пусть не глупых и не бесталанных, но не обладающих практически никакими ресурсами людей, способны простым своим решением превратиться в существенный фактор внутриполитической борьбы. У нас объединило общее понимание вышеописанных и веселых перспектив системы кризиса и ощущение необходимости создать альтернативу. Ждать, когда по щучьему велению по нашему хотению найдутся лидеры, уже обладающие ресурсами и леса в обществе и, самое главное, решимостью послужить делу, невзирая на вероятные последствия, больше нельзя. Кому-то надо начать дело, поднять флаг, обозначить позицию. В конце концов, сделать минимально необходимую черную работу, невзирая на смешки и откровенные противодействия, в том числе тех, кто должен был бы наоборот помогать, хотя бы исходя из собственных объективных интересов. Мы надеемся, что комитет в ходе своей пока не очень публичной, но уже вполне серьезной работы позволит озвучить и распространить наш взгляд на ситуацию и на те решения, которые совершенно необходимы для выхода из текущего тубика. И выход этот не должен вести в очередную пропасть. Надеемся, что нас поддержат, а если нет, все равно будем продолжать работать, пока есть хотя бы малейшая к тому возможность. По мере углубления системного кризиса к нам будут прислушиваться все больше и больше люди с самых красных взглядов и общественного положения. И, быть может, нам не придется стать той добровольной пожарной командой, которая вступит в действие в момент, когда все углы нашего общего дома будут бывать в результате замороженного бездействия первой силы и активного поджога силы второй. Но если до пожара дело все же дойдет, мы надеемся его встретить хотя бы минимально подготовленные здесь способные команды с согласованными общими позициями и с ресурсами, позволяющими побороться за наше отечество. В этом деле комитет готов сотрудничать и взаимодействовать со всеми политическими, общественными, экономическими, научными и культурными организациями и объединениями, разделяющими наши взгляды целиком или частично, или хотя бы готовыми к нелицемерному обсуждению проблем, стоящих перед страной. Хочу еще добавить, что приятно было слышать от Константина Бабкина, что он в целом разделяет нашу позицию и фактически выражает ее другими словами. Спасибо. Я приветствую всех присутствующих и вместо политических заявлений постараюсь все-таки ответить для себя и для всех присутствующих на вопрос, а есть ли кризис политической системы. Вы понимаете, что он отличается от просто политического кризиса, тем, что все равно приводит к изменению правильческой парадигмы государства. И ровно год назад меня пригласили сюда считать, читать лекцию для студентов-опыскников политологического факультета и как раз предложили в качестве темы кризис политической системы. Изучая эти вопросы, вопросы о том, как трактуется кризис политической системы в любом государстве, независимо от того, в Америке ли складываются эти факторы в вине и в Славе или в России, я у самых различных ученых, которые изучали на протяжении последних столетий эту тему, нашел три блока признаков кризиса политической системы, то есть ситуации, которая грозит кандинальными переменами в управлении государством. Первый, наверное, самый главный системный блок, это он состоит из целого ряда тем, одна из которых, наверное, одна из самых важных, это общая разгонсировка самой системы управления государством, когда каждое из центров принятия решений министерства, ведомства, региональных лидеров начинают действовать совершенно самостоятельно, забывая совершенно об общем развитии государства и совершенно не сопрягая свои действия и свои шаги со своими коллегами с другими министерствами. Ну, к примеру, обладает Денис Мантровым возможность зайти к первому лицу государства и получить соответствующий ресурс. Он заходит, эти ресурсы получает. не получает, не имеет, например, такой возможности, ну, кто-нибудь там, Михаил Абызов, да, зайти к президенту, он эти ресурсы не получает и не имеет возможности развивать свое макаврие. Это приводит еще к целому ряду совершенно забавных, не, наверное, печальных все-таки вещей, потому что отдельное министерство в рамках тех задач, которые им ставятся, начинает действовать так, что наносит достаточно серьезный ущерб государству. Ну, к примеру, я к этому отношусь, такой политический факт, как возбуждение уголовных дел и посадку целого ряда вице-мэров, вице-губернаторов, которые занимались внутренней политикой, занимались выборами на территории Российской Федерации. Например, сидит сейчас Коля Зандоков, Челябинский сидит вице-мэр в Сахалине, сидят два человека в Самаре, братья Зуевы сидят, возбуждены уголовные дела против вице-губернаторов в Ивановской области, в Рязанской области по факту политического фондрайсинга. Эти люди собирали деньги на выборы Единой России. Парадоксально, но это так. И в качестве обвинений им предъявлены значит факты взятых, но тем не менее, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что основой является вот как раз вот этот очень интересный факт. Казалось бы, это нужно поддерживать способом для существования государственной системы, для того, чтобы вы сами понимаете, что выборы всегда состоят из светлой части финансовых ресурсов и темной части финансовых ресурсов, которые уходят за рамки закона, но тем не менее, было политическое соглашение, которое позволяло закрывать глаза на то, что творится во время выборов, и как собираются эти ресурсы. Тем не менее, силовики, которым дали команды, соответствующие, бороться с коррупцией на территории, приняли решение, что это является коррупционным фактором, и нанесли достаточно серьезный удар по этому направлению. Я считаю, что это удар политической системы. Исходя из того, что сейчас, в данный момент, я как бывший руководитель Департамента региональной политики и администрации президента, знающий всех губернаторов Российской Федерации и всех замов по внутренней политике, понимаю, что они панически боятся участвовать в политическом адресинге и набирают деньги для будущих выборов, в том числе и Единая Россия. Исходя из этого, я все-таки не делаю выборы по поводу того, что силовики задумали разрушить политическую систему государства. Нет, они действуют в рамках своих правил, в рамках общей разбалансировки системы. Надо понимать, что, когда люди, обладающие соответствующим доступом к ресурсам и представляющие самые различные государственные системы получают эти ресурсы, это вовсе не значит, что данное направление деятельности, данное госкорпорация, данное министерство сразу становится выдающимся, инновационным и сразу становится двигателем, локомотивом развития в нашем государстве. К примеру, те многие миллиарды, которые получил Сечин, благодаря своим знакомствам и дружбе с Владимиром Владимировичем, это будет и в жизни слаще меда, но, тем не менее, все эти миллиарды, которые были получены, они не привели к тому, что госкорпорация «Роснефть» стала исключительно инновационной, обогнала всех в развитии на территории государства нашего российского и перегнала тех в развитии в мире. Нет, просто латаются дыры, закрываются собственные ошибки, и поэтому получение доступа к ресурсам, к власти все-таки не дает, к большому сожалению, изменения в общей экономической ситуации строительства. Следующим блоком, наверное, вопросов, которые, вернее, проблем, которые характеризуют кризис политической системы, является появление параллельно с институтами гражданского общества, с институтами, которые управляют государством, так называемых симуляторов висит свой субститут. Некоторые образования, которые вроде бы выполняют функции государства или гражданского общества, но тем не менее закрывая те пробелы, которые должны делать конституционный уровень. Ну, условно говоря, существует Союз Федерации, существует Госсовет, который параллельно выполняет многие функции, которые должны выполняться на уровне Совета Федерации. Существует Дума, существуют комитеты по законодательству при правительстве Российской Федерации, которые инициируют законы и дают депутатам для голосования за эти законы. Существует администрация президента, которая инициировалась в государстве. С другой стороны, на прошлой неделе перелилась информация о создании нового симулятора Центра РФ при правительстве Российской Федерации, который, значит, будет выполнять задачи, которые правительство Российской Федерации должно будет реализовывать. При этом это все инициатива Германа Грефа и задача очень интересная, это описывается очень интересно в СМИ. Фраза такая. В то время, когда на территории Соединенных Штатов Обама принимает около 50 распоряжений по реализации разных социальных, экономических и прочих задач, на территории Российской Федерации президентом нашей страны выпускается около 1000 распоряжений. Соответственно, вы понимаете, что необходимо это называется ручное управление, когда человек вынужден реагировать на любые вещи, когда человек к человеку приходит, никто не принимает решение, каждый приходит, даже скизобор нужно соседний покрасить, и тут президенту для того, чтобы он выпустил соответствующее решение. Соответственно, появление такого количества постановлений происходит, приводит к тому, что ценность такого постановления теряется, люди начинают относиться к нему с определенной долей необязательности, и соответственно, эта система начинает сбоить даже на уровне единственного сохранившегося института государственного управления, который не имеет симуляторов, это на уровне института президентской войны. Соответственно, и в гражданском обществе происходят самые различные замены, на смене, вместо нескольких конкурирующих партий являются десятки партий, если вы знаете, что сейчас существует 73 партии, 14 из них только как-то заметны в СМИ, и только одна партия, я имею в виду партия СР, ЛДП, АКП, РФ, Веберли, ЕР, я ее одним словом называю, присутствует в политическом пространстве. Почему я назвал четыре наших парламентских партии одной партией, потому что, если вы просто посмотрите, сейчас поднимите с ней и посмотрите основные ключевые события, которые происходят, все наши четыре руководителя этих партий за ручку выходят на все мероприятия и говорят один и тот же текст по отведенному заученному определенную часть 2, 3, 4. Это очень забавно смотрится, вы посмотрите, это действительно так. Просто это единая партия, управляемая из единого центра. Какая может быть дискуссия, какие могут быть взаимодействия, какие могут быть новой инновации, когда происходит именно так. Плюс к этому, наверное, один из таких систем, одна из серьезных системных проблем, которая характеризует тоже кризис-политической системы, это перекрытие всех социальных лифтов, которые существуют в государстве. Практически в данный момент ни один человек как бы не обладал, какими бы талантами бы не обладали, какими бы выдающимися знаниями, никакой механизм не обладали, вы не сможете ни при каких обстоятельствах попасть в государственную власть в правящий класс, как это говорил еще политический класс, как говорил Паретто еще в своем деле. Соответственно, если раньше достаточно было каким-то образом поступить политическую факцию для того, чтобы иметь такие шансы, закончить МГУ или МГИМО для того, чтобы получить такие шансы, то сейчас либо необходимо родиться в нужной семье для того, чтобы иметь доступ к ресурсам, либо должно случиться чудо, когда вы появляетесь каким-то невиданным вопросом, политическим недостовым. При этом надо понимать, что даже система выборов единственный действующий сейчас социальный лифт нет, даже если вы попадаете в Государственную Думу, это не обеспечивает, что вы начинаете влиять на распределение ресурсов и на принятие политических решений. Депутат Государственной Думы автоматом не становится представителем политического класса, хотя это должно происходить априори, потому что Государственная Дума это один из высших органов законодательной власти, и человек, куда попавший, представивший интересы региона или интересы партии, должен принимать решения соответствующих. И иметь право на инициацию соответствующих законов, и иметь шансы, что эти законы дойдут до окончательного утверждения и принятия в этом государстве. Итак, есть системный блок, который приводит к следующему блоку, очень серьезному показателю того, что в обществе данное государство существует и статистическое число. звучит это в научных трудах как разница протокологических парадигм правящего класса и основного общества. Если говорить простым языком, основное общество и правящий класс живут в совершенно разных представлениях о том, что происходит в стране. и они абсолютно уверены в своей правоте. И эти соприкосновения не соприкасаются никаким образом. Наверное, в истории существуют такие примеры и есть такая байка о том, что когда Мария Антонетти сказала, что у народа нет хлеба, она сказала, что пускай едят бриоши, пускай есть пирожные. Это один из показателей резкого расхождения представления о том, что творится в стране. К силу своего профессионального пребывания в этой среде мне приходится общаться и с представителями правящими класса, с министрами, с руководителями администрации президента, с руководителями самых различных корпораций и с большим количеством обычных людей, в среде которых я живу. И я понимаю, что представления политического класса в настоящий момент, они совершенно искренне утверждают, что в стране нет. И причем, когда я удивленно хлопаю глазами и говорю, как, объясни, с чем ты это мотивируешь, они приводят такие, например, аргументы, ты зайди в любой дорогой московский ресторан, там они забиты все, там полно народов, люди, которые платят бешеные деньги за то, чтобы пообедать или позавтракать. Я говорю, это же не народ, не весь народ. Есть люди, которые никогда не бывают в ресторанах, и мы знаем, как они выглядят. Или там говорят, ну вот что ты думаешь, что Единая Россия, если даже когда-нибудь чего она делает, не время на этих выборах, выборы выиграет, наберет 76%. Я говорю, вы говорите о методике подсчета голосов, или истинно голосовать. Нет истинного голосования, а мы лишь думаем, что народ будет касаться на улице. Что это не тот самый случай, который САМОСО в свое время означил, да, вы выиграли выборы, да, а я выиграл подсчет голосов, да, САМОСО младший, да, а именно тот случай, когда народ искренне терит то, что происходит на уровне государства, поддерживает, поддерживает президента, поддерживает власть, и никаких идтичных явлений нет. Я думаю, что порождением это являются многие странные и невоспринимаемые людьми законы. к примеру, да, к примеру, совсем недавно, когда будет вам известно, значит, класс, вернее, уровень жизни, минимальный уровень жизни был, люди, которые живут за минимальным уровнем жизни, было 23 миллиона человек, и 70, окажется, находились вот за минимальным уровнем жизни. за последние два года вдруг неожиданно выяснилось, что всего 19 миллионов находятся в таком уровне. Как это произошло, наверное, некоторые знают, что два квартала подряд Дмитрий вы сами понимаете, что это особое представление о них, это представление люди не ходят в магазины, не понимают, что в самом деле творится, да, какие, как, насколько растет дискрайльное давление на людей, насколько изменяются цены, снижается уровень жизни, они живут в своем мире, имеют этот мир, к большому сожалению, не собираются меняться, и они не собирают ничего, не собираются ничего менять, потому что необходимости в реформах нет, все это хорошо. И, соответственно, последний блок, который говорит о том, что кризис политической системы это значит появление оппозиции, поведенчества. Вот появление оппозиции, настоящей, инструктивной, которая хочет изменить эту страну и сделать ее лучше, как раз завершает формирование кризиса политической системы. И то, что здесь собираются люди, которые хотят понимать, что нужно уменьшить страну, что необходимо уровень нового принципа управления, то это тоже формирование этой позиции началось. И, соответственно, государству все равно бы нужно либо идти на реформы, либо, к сожалению, ждать тех самых катакризмов и катастроф, которые всегда завершают любые действия политической системы. Спасибо вам большое. Спасибо, Анатолий Михайлович. Слово предоставляется Андрею Борисовичу. Кобякову председатель управления статут динамического консерватизма. Да, у нас времени осталось не так много, поэтому не более семи минут. если можно. Спасибо. Мне часто здесь приходится выступать, поэтому не могу даже поделиться своим минутой. Так, ну, несмотря на то, что мне как экономисту вроде бы следовало бы и, может быть, ожидает в аудитории высказаться по поводу правильной экономической политики, я так часто это делал, и так давно, уже гораздо больше 20 лет, поскольку эта политика как была неправильна, так и остается, что, думаю, ничего не допаду, если сегодня опять эту тему затрону. Поэтому я решил остановиться немножко других вопросов. Сама тема дискуссии, третья политическая сила, вот первая, возникает как вопрос, она нужна, востребована, на нее есть социальный заказ в обществе. Отвечаю, она ожидаемо и чайна, потому что в обществе чрезвычайно глубокий уровень ее разочарования и властью, и оппозицией. Более того, это разочарование, которое переходит в состояние усталости, того самого напряженного молчания народа, которое в истории России всегда заканчивается очень плохо. Если эта третья политическая сила не появится в конструктивном своем выражении, то, боюсь, события 2017 года, тем более, годовщина тут приближается, вроде как. не хотел бы быть в этом смысле каким-то антурным пророком, но этого сценария, честно говоря, никто из выступающих, как мне кажется, сегодня подчеркнул Константина Анатольевич, не желает. Поэтому в действительности это третья сила, ожидаемый чай. Но для меня в этой связи принципиально важно, чтобы это не был некий холостный выход, потому что я активно занимаюсь политикой в околополитической среде, нахожусь уже не первые десятилетия, знаю, к сожалению, очень грязные кухни, которые существуют, и знаю, как вырождаются многие перспективные политические лидеры, как искажаются изначальные политические платформы. В этом смысле и мне, как вроде по человеку, обладающий высоким уровнем рефлексии и занимающийся этим, я и такое утомление и трудное, честно говоря, не прийти к неркому разочарованию вообще всего этого политического процесса в России за последние 25, а на самом деле даже 30 лет, поскольку началось все еще в Горбачевской перестройке. На мой взгляд, у России просто сейчас нет возможности порождать очередной симуляк вместо настоящей третьей силы. Что, на мой взгляд, должно в этой третьей силе в обязательном порядке присутствовать? Она должна отражать этой силой общей национальной консенсусом. Другого смысла в этом нет. Здесь абсолютно идеально предыдущий докладчик рассказал, что мы видим сейчас в единое наименование, декоративную среду, спектакль этот, который уже на самом деле стал просто пошлым, настолько неинтересен. Вот, значит, порождать еще какую-то силу, которая будет участвовать в спектакле, нет смысла. В общем, с вами консенсус это вещь серьезная на самом деле. На мой взгляд, нужна политическая сила, которая была бы консервативной по своим ценностям, то есть отражала бы традиционному коду мы чаем все это как представители народа и у каждого это откликнется в душе и одновременно сильной социальной программы. Это, может быть, очень удивительно, что этот консервативный социальный синтез, он сейчас находится де-факто под запретом не только в России, он находится под запретом очень многих государств, потому что если сила выступает политическая каких-то консервативных позиций, как правило, значит, дальше все, только рука рынка, они так понимают консервативно в таком либеральном ключе, ни в коем случае никаких сильного государства, социальных программ, издевенчества, как они это называют и так далее. Если мы видим какие-то социально ориентированные силы, так называемые левые, в кавычках, значит, обязательно будет набор всех видов сексуальных извращений, девиантного поведения в качестве истинных свобод человека и главных ценностей существования, а вот объединение нормальной социальной программы и традиционных ценностей сегодня не предъявляет практически ни одна значимая сила. Это было еще совсем не так какие-нибудь там полстолетия тому назад. Именно поэтому на Западе реально была осуществлена модель социального государства, потому что замечу, инициатором этой модели вовсе не левые силы. Ее инициатором были консерваторы немецкие после района именно КДС и идея социального государства является там общенациональным консенсусом. Она не подлежит ни дискуссиям, ни пересмотру, никакая политическая сила ее не оспаривает. У нас все наоборот, у нас никакая политическая сила прямо не ставит этот вопрос. Но это чайный народ. Потому что ведь если мы создаем третью силу, я абсолютно согласен, очень много проблем связано с источниками финансирования этой третьей силы. И сегодня много говорится и второй подзаголовок нашей секции активизации региональных элит. Да, конечно, нужно привлекать эти региональные элиты. Да, конечно, они потенциальный источник финансирования. Да, потенциально они, видимо, будучи на местах более патриотичны, лучше понимают нужные проблемы, хотят жить в этой стране, как мы говорим и так далее. Но дело в том, что любая политическая сила, если она рассчитывает на успех в рамках электоральной демократии, она должна опираться на народ в целом, а не только на определенные милитарные прослойки. И, честно говоря, мне, как простому избирателю, не хочется мародерствующие, как сегодня называлось, а я бы сказал, мироедствующие общинциональные элиты заменить на такие же мародерствующие и мироедствующие региональные. И, на мой взгляд, успех третьей силы в объединении еще с активизацией региональных элитов, возникнет только тогда, когда эти региональные элиты и только в этом случае, я бы сказал, не факт, когда, главное, если, тогда и если, когда эти элиты станут национальной и социальной ответственной. Это первый аспект, потому что, в противном случае, третья сила не будет отражать те самые чайные народы, о которых мы говорим. Это будет уже последняя попытка до ее создания. Боюсь, тогда придут на политическую арену откровенно разрушительные силы. Нужен ясный образ будущего. Честно говоря, большинство партий просто сознательно пренебрегало последние 25 лет изложением своего кредра в виде программы. Когда я разговаривал с многими активными политиками, представительством руководства партии, я говорю, слушайте, об этом надо забыть, их никто не читает эти программы. Важен телевизионный образ, картинка. Я хочу сказать, либо это мое личное ощущение, мне кажется, это не так, народ уже этих картинок, его тошнит. Понимаете? Он уже не верит никому. Он прекрасно понимает, что это имидж, образ и так далее. Он хочет пощупать, а что действительно за этим стоит? Значит, ясный образ будущего. Куда мы хотим вести нашу страну? Как мы это видим? Более того, это должен быть одновременно привлекательный образ будущего. Заметим, вот, например, модель евразийской интеграции. Почему она там объективно проигрывал в общественном создании на Украине, особенно среди молодежных. Я еще на Родовском форуме в 2012 или 2011 году говорил, мне правда пытался тогдашний модератор, не буду называть, вот, задный грот. Я говорю, погодите, где ценностные модели? Ой, эти ценности, кому нужны? Что значит ценность? Давайте вот технические модели отработаем, снимем там какие-то таможенные и так далее. Погодите, вы думаете, вот это будет привлекательно на Украине или в других странах? Нет. Социальная модель Европейского Союза, она привлекает, а модель Евразийского Союза, как мы будем жить в этом, она просто отсутствует. И поэтому с одной стороны привлекает образ будущего, с другой стороны трезвый и реалистичный. Я хочу заметить, что на сегодняшний день ни власть, ни оппозиция не демонстрирует политическую реализму. Потому что сплошные крайности. Либо все пропало и плачь Ярославной, либо ностальгические мечты об восстановлении величия и могущества СССР. Это невозможно. Мы живем в новых реальных. Я готов на эту тему представить соответствующий доклад. Значит, нам необходимо, во-первых, четкое понимание обновоснований. Она должна быть описана в программе для этой третьей силы. Во-вторых, образ будущего, от которого мы стремимся, желаемый, и набор инструментов для его достижения, и общенациональный консенсус на базе консервативных ценностей и социальной программой и платформой. Думать о том, что Китай нам поможет в противовес тому, как думает либерария, что Запад нам поможет, нам никто не поможет, кроме нас самих. И если мы вот эти условия не соблюдем, я боюсь, что политическая сила номер 3 просто не состоится. Спасибо. Слово представляет Казахникову Максиму Александровичу, члену Федерального Совета партии Дела. Добрый день, дорогие друзья. Я очень и очень просто отрезаю листочку, следую примеру нашего первого лица. И так, за 25 лет мы с вами действительно провалились из второго мира из научно-индустриального общества в третий мир. Некий садевой феодализм. Он действительно не капитализм. Эта модель совершенно четко можно обозначить как власть вот этих мародеров, трофейщиков, ростовщиков, торговцев, сырьем и освоителей бюджета. У этой системы, да, простите, причем эта система видна за аквальную диндустриализацию страны. Причем есть четкая корреляция между диндустриализацией распадом вообще нашего народа, между упадком науки и образования. То есть чем сильнее корреляционный сырьевой феодализм, тем нам хуже, но хорошо этой правящей вертушке. Естественно, никакой не капитализм. Мало того, национальный производитель, я имею ввиду и промышленник реального и агрария инноватора, вон там гнетемный класс. У этой системы есть логикоразвитие. Надо все максимально упростить. Страну свести к сырьевой трубе и все должны быть зависимы от правящего класса. Все должны быть и от клиентов. Патроны паханы от клиентов. И причем соответственно покровители должны раздавать хлеб. Все должны кушать цифры. В этой системе наука, техника, индустрия лишние. Лишний малый и средний бизнес, вообще национальный производительный бизнес, вообще лишние образованные соображающие что-то люди. Это противоречит логике системы. Соответственно такая система занимается самоподрывом. Нам не надо совершать никакой революции. Не нужно этого сделать. Сама система себя прорывает. Почему? Она станет развития в нынешнем мире остановка развития застой и смерть. Все потому, что мир стремительно уходит вперед. Потому, что спасение Российской Федерации но об индустриализации не говорит калашников. Почему ты говоришь только об индустриализации и не духовной? Духовная без опоры на материальное мертво. Это то, что позволит нашу нацию пересобрать и поднять страну. Почему? Ну, необходимо третья села. Не буду повторяться, табликовость обеих сил нынешних она очевидна. На самом деле это организация одного и того же два отряда одного и того же класса мародеров середина мародеров. Есть охранители, есть, собственно говоря, прозападные либералы. На самом деле в общем и то и другое смягче. Как вы понимаете, и те и другие на сырьевые катаники свои планируют строить. Допустим, что почему нужно давайте попробуем сделать прогноз. Допустим, вот сейчас идет холодная война 2. Понятно, сложились идеальные условия для того, чтобы состоялся экономический краг, здесь началась смута, чего боимся, чего опасается комитет 25 января. Хорошо, допустим, удалось устоять. Дальше Российская Федерация попадает в ловушку неразвития. Неразвивается промышленность, наук критерника. Российская Федерация к 2030 году, а это недалеко превращается в подобие Цинского Китая 1994 года. Все, не растерят. Даже может без единого выстрела, или добьют, что называется, последним стрелом. Вспомните Советский Советский на Креплоне были произведены горы оружия, сокрушили без единого выстрела. То же самое может случиться с Российской Федерацией. Сценарий повторяющийся. Проводить новую индустриализацию, как вы понимаете, нет. Обе силы тупиков. Что такое третья сила? Да, это аналог третьего сословия. Очень такой упрощенный, я сейчас аналог не применяю, третьего сословия во Франции конца 18-го. Это самостоятельные мыслящие, а главное делающие дело люди. Вот эта третья сила нужна, во-первых, для того, чтобы на случай возможного краха экономики в ходе нынешней Холодной войны 2, это роль пожарной команды Игорь Иванович Телевков. И второе, простите, это единственный кадровый резерв для проведения новой индустриализации. Вообще единственный кадровый резерв. Поскольку именно эта третья сила, а это региональные промышленники, новаторы аграрии, являются частности целями опыта управления вообще успешными предметами и высокими технологиями. Хорошо, вот Россильмаш посмотрите роботизированное производство, комбайны, которые говорят с тобой женским голосом, это не иллюзия, я сам смотрю в кабине, он мне сообщал, как я работаю на этот комбайн. Хорошо, в руках у меня ручка Технавиа, фирма сама без полкопейки государство создает стереопринтер, 3D-принтер для строительства. В этом зале сидят мои друзья, вот фирма Биоцертика Дмитрий Половинкин, а это что? А это высокие биотехнологии, это пища будущего, лекарства будущего. Василий Петрович Куприянов, здесь приятно его видеть, система очистки воды будущего, и, собственно говоря, сельское хозяйство будущего, Игорь сидит с идеей нового двигателя внутреннего сгорания для Росси Димаша, мы с тобой встречались. Вот носители индустриализации, вот они носители вообще, так сказать, вот этой культуры новоститехнической. У чиновников, и чиновников сырельков такой, носителей нет. Все, что они делают, вы сами понимаете, чем это заканчивается. Посмотрите, например, кускорепарации. Именно поэтому мы с надежной смотрим именно на региональных промышленников, на аватрофеограли, они ближе к земле, вертик действительно пребывают в башне с по-новой кости, они живут в полюзорной мире. Эти люди кроме заинтересованы в сильной России, развитием внутреннего рынка, завоеваем создание суверенной финансовой системы, потому что кредиты нужны длинные деньги под низкие проценты для реконструкции. Да, еще фактически есть нулевая процентная старт. Я очень сильно сокращаю свое выступление. Таким образом, нам надо сейчас срывать буквально ногти делать все, чтобы до последнего безнадежно ненадежно сформировать эту третью силу. В разных видах партия старается это делать. Это делает как широкую коалицию комитет 25 января. Надо совмещать эти формы работы. Надо стучаться в сердца этих людей. Почему я с духовным не начинаю? Потому что экономика это то, что ближе сердцам вот вот эти внутренне экономические клиенты они авангард. Будет костяк мы создадим, на них растет и костяк мы безусловно не будем не задвигаем проще духовные какие-то вопросы. Но сначала надо любая декларация должна опираться на людей с конкретными вопросами с конкретными интересами. Без этого политика а мастурбация политическая не хотелось бы заняться. Да, и я заканчиваю совершенно данное. У меня тут есть два совершенно деловых предложения. Вот здесь сидит Сергей Борисович Переслегин, человек, который в Гильбертовой пустыне футуролог предсказал войну в Донбассе. Правда, он увидел только войну за Сахарин. Он очень здорово показал форму, как война будет. Я играл за Кардафи в его игры, командно-штабно как-то он на ней попробовал. Надо провести командную штабную игру вообще в борьбе с кризисом от Константиновича. И второй момент. Комитет 25 января. Мы постараемся тоже сделать некую встречу с людьми дела. Тоже прошу в этот участок тогда ни одной из форм организации не пренебрегать. Спасибо, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется пересекивая Сергея Борисовича писатель и руководитель проекта группы знаний вариантов. Но прежде всего хотел бы призвать собраться к некоторым оптимизмом. Во-первых, потому что в сложившем слове пессимизм уже явно неконструктивен и к чему не привезет. А во-вторых, как мне кажется, ситуация, с которой мы столкнулись, она сложнее и интереснее. А тем самым она гораздо более обещающая, нежели просто кризис, пускай даже и системный кризис. В этом плане я могу сказать следующее. Возможно, одной из базовых проблем России является как раз то, что у нас нет системного кризиса и, может быть, его даже и не будет. Но для того, чтобы посмотреть на все это дело, посмотрим три уровня «Мир страны-регионы». Начнем с мира. Мне как-то приходилось читать любопытную книгу Адольф Гитлер главный девелопер новосибирска. С этой точки зрения очень интересно посмотреть на нынешнюю политику санкций. Сначала российским элитам четко демонстрируют на примере Каддафи и Хусейна, что с ними способствуют тем самым их предельной консолидации. Уж если что-то могло их консолидировать, то это было найдено. Далее создается санкционное давление, которое заставляет худо-бедно, но что-то все-таки делать. Да, я понимаю, что все, что сделано, можно пересчитать на пальцах одной руки. Да, я понимаю, что все это старые советские разработки, но за предыдущие 24 года не было сделано даже и этого. И в этом отношении хочется сказать, что санкции лучше довела при России. По крайней мере, все остальные точно были хуже. Вторая сторона дел. Мы рассматриваем Запад как некую единую структуру и считаем Запад нам враждебным. Наши интуиции нас не обманывают, но эту враждебность мы тоже понимаем не совсем точно. И, конечно же, помогая России создать у себя неу-липост индустриализацию Соединенные Штаты Америки играют не на Россию, а против Европы. И, заметим, эта игра идет отлично и, по всей вероятности, уже скоро закончится. Вполне понятным и предсказуемым результатом. Есть вторая сторона дел. Пока с Европой будут разбираться, будет решен вопрос о шестом технологическом укладе, а Россия сейчас крайне далека от того, чтобы начать соревнования за этот уклад, а посему оказываться в заведомо невыгодной ситуации. А замеч по этому поводу, что ради таких результатов, как шестой и, возможно, седьмой уклада, Соединенным Штатам Америки не жалко не только Европы и России, но им не жалко и режима глобализации. Мы зря считаем, а наши либералы очень глубоко ошибаются, считая, что рано или поздно Россия войдет в глобальный мир. Не войдет. По простой уже нет. И скоро совсем нет. Это именно та игра, в которую сейчас нас заставляют играть. И, кстати, мы это делаем даже не то, что уж совсем не успешно. Это уровень мира. И если глобализация разваливается, то что-то должно прийти на место глобализации. И это, конечно, не прошлое с предыдущим миром национальным государством. Это некое будущее. Какое будет это будущее? Большой вопрос. Но то, что будет меняться мировая финансовая система, и вообще представление о деньгах, это несомненно. Как и то, что будет меняться мировая логистическая система. И общее представление логистики. Если после этого мы перейдем от уровня мира к уровню России, то мы обнаружим, что в России совершил за эти 25 лет весьма важное изменение. Она, наконец, перешла от самодержавия к абсолютизму. Принципиальная разница вполне понятна. При самодержавии есть единая политика, более или менее выражаемая монархом. При абсолютизме всегда есть две политики, которые первое лицо обязано балансировать. Отсюда вопрос, почему баланс, почему клич, почему всегда две силы. Да, это вполне экономически обусловлено. А четвертый технологический уклад. Это так или иначе дорога назад в СССР при всех плюсах и минусах этого пути. Он, заметим, просто неосуществим. В одну рюк нельзя войти в два. Те, кого мы называем либералы, это, соответственно, пятый уклад, постиндустриализм, знания экономики, зоопарк капиталов и так далее. И это тоже разваливает в наших глазах. Но проекту приходится это балансировать и у него нет силы и, например, региональной третий силы. Заметим сразу, что никакая структура политического типа не встанет в условиях абсолютизма в оппозицию к этой двускатной крыше. На это просто не хватит силы. Да и нет для нее места в этой структуре. Другой вопрос, что Россия всегда была и остается сугубо государственной страной. Все изменения к лучшему и к худшему делались в ней внутри государства. Иногда для этого меняли государство в 17-й год. Да и не только в 17-й. Иногда это оставалось в рамках очень сильного и жесткого государства, как, например, в 30-е. Но всегда те, кто менял, все равно создавали столь же жесткое государство. Отсюда простое было. Третья сила может появиться только внутри государства. Тогда вопрос, где внутри? И тут мы сталкиваемся еще с двумя проблемами России. Первая проблема завершения импировского этапа существования, 600-летний гумалевский цикл, начавшись на Куликовском поле, мы в 1991 закончили. И мы не знаем, я это говорю в том числе и как футуролог, мы не знаем обриса следующей версии России. Точно не империя, точно не федерация, конфедерация. И скорее всего для того, что здесь будет, нас еще нет нужного слова. Одна из моделей, которые были получены, больше все похожа на звездную астрофизику, микробовидную туманность. Вот такое огромное количество точек роста, которые могут возникнуть. Но это другая Россия с другим управлением. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы регионы. Да, конечно, те самые региональные предприятия, которым, во-первых, нужно выживать, во-вторых, нужно что-то делать. Не забудьте, патриотизм возможно не существует наверху, где, как и все ценности объявлены вне законовства, но он существует внизу на уровне производства отдельных инженеров, отдельных технологов, тех, кто что-то пытается сделать, отдельных кластеров, отдельных инновационных программ. Но понятно, что эти программы, извините, москвичи, не будут работать в Москве. У прогностиков есть поговорка, чтобы что-то случилось в России, надо, чтобы это сначала провалилось в Москве. И это, в общем, все более-менее себя хорошо предстарует. Это может быть только в регионах, но у регионов нет денег. И у служат сегодняшней двускатной модели эти деньги Министерство экономического развития и Центробанк регионам не дадут. Вывод отсюда довольно прост. Регионам придется создавать свои версии квази-денега. Будут ли это специальные права заимствования или иные версии дериватива? Это вопрос, который каждый регион будет решать по-своему. С точки зрения Центробанка это действие является преступным. Но как раз в условиях борьбы двух сил скорее всего попытки Центробанка взять под контроль такие нелокальные региональные миссии будут отлично блокированы. И регионы будут делать свои деньги. Это будут разнообразные деньги, сложные деньги. Это решит массу задач банков, которые сейчас остались просто безработными. И вот то, что они делают, компьютер или смартфон делают лучше и быстрее. Но это не замена денег разных типов. Итак, эмиссия, вернее квазиэмиссия первая задача региона. И то, что может сделать третью силу экономической силы. Вторая возможность это инфраструктурное преобразование. Специально поставлю в качестве примера Владивосток, который построил свою новую систему мостов, резко изменил перспективы своего развития. Замечу по этому поводу, что проект Цахаринский мост ждет своего часа с 1946 кажется годом. Некоторые говорят, что еще раньше. И последнее еще не закончили. Третий момент, который нужен третьей силе, это мышки. Выступаю часто против Запада из патриотических позиций. Мы однако находим глубочайшему убеждению, что тем не менее базовые структуры не разрабатываются на Западе, базовая наука на Западе, базовая философия на Западе. Но давайте откроем глаза. Кризис познания гораздо более жесткая вещь, кризис глобализации, кризис образования. И этот кризис по крайней мере 20 лет уже четко фиксируется практически любым исследованием. Вы говорите о герократизации управления. Посмотрите на герократизацию научных исследований, на всю систему рейтинга, которую сейчас и вы поймете, что с этим придется что-то делать. Поэтому третья это конечно развитие в регионах других форматов и форм шлейфа. И здесь у России есть наработки, которые позволяют ей всерьез смотреть на шестой технологический рейтинга. Большое спасибо сроку представляет Владимир Бирюкова, членом бюро президенного политического союза партии Родина. Спасибо мне было честь завершать нашу дискуссию продемонстрировать чудеса скоростной речи чудеса нового вербального уклада. Насколько себя я помню, всегда в России идет речь о поиске третьей силы. Поиск третьей силы похож на поиск национальной идеи. Он долгий, интересный, подчас результативный, очень интеллектуальный. Но, к сожалению, третья сила, на мой взгляд, это именно формат скорее диалога или формат политической коалиции, который перетекает из времени во время. Это в лучшем случае почетное третье место. Первые две силы или консолидированные обнасилы из двух крыльев, двух ног, двух ягодиц, как угодно можно считать, она побеждает. Вот это самое печальное. В то же время я должен солидаризироваться с вступавшим ранее Кобяковым, который описал третью силу как синтез социального и консервативного. Вот наша партия Ротина как раз представляет собой такую партию, которая выступает с консервативных и очень социальной позицией. Мы называем свою идеологию социал-патриотизм. Она действительно вызывает раздражение у нынешних элит, как правовластных, так и либеральных, именно тем, что мы хотим создать некую новую реальность. Что хотелось бы еще сказать. Мы никогда не выходили на Болотную площадь, потому что мы не верили тем вожакам, которые в очередной раз пытались обмануть народ. Мы по определенным причинам не солидаризируемся с комитетом 25 января. Я говорил об этом открытку после его возникновения в ряде публикации. Говорю, сейчас у нас разные пути. При этом партия Родина отчасти можно считать партией третьей силой. Безусловно, если мы используем такую формулировку, мы идем своим путем. Что я хотел бы сказать? Самое главное. Когда мы говорим о национальном консенсусе, который, конечно же, должен быть, или о национальном единстве, о взаимопонимании национальной солидарности, мы все-таки должны понимать, что народ, нация, это не кисель, который спаян в единую биомассу, это сообщество, состоящее из разных классов. Почему сильны либералы, о чем мы сегодня не раз говорили? Потому что они всегда опираются на определенный класс. Может быть, ни один, ни два. Это и мелкие собственники, олигархи, это, в общем-то, транснациональные корпорации, которые здесь зарабатывают деньги. но масса, которая голосовала за либералов в 90-е годы, которые сейчас их поддерживают, которые поддерживают, или лояльно относятся к либеральным экспериментам правительства, которые продолжаются, эти массы слышат, что им говорят, мы, господа, работаем для вас, для каждого из вас, чтобы вам было свободно, чтобы вам, к вам не пришел комиссар, они до сих пор пугают комиссарами, продразверстками и так далее. Когда мы говорим о новых элитах в регионах, ну вот идут выборы, мы уже здесь упоминали о выборах, о том, что это почти бесполезно, что мешает представителям региональных элит как-то участвовать, давить, пытаться побеждать на этих выборах. Ничего. Просто отсутствие политической воли. И поэтому, если мы будем опять пытаться вычленять какие-то фрагменты элиты или создавать новые элиты, мы так и оставимся третьей силой и даже не станем четвертой властью. я предлагаю, если мы говорим о национальном консенсусе, опираться на тот класс, который сегодня является большинством. Класс, который стал абсолютным большинством в результате либеральных реформ. Это класс наемных работников, новых пролетарий. И здесь, я уверен, даже в этом зале большинство людей являются такими новыми пролетарием. И мы, и я являюсь новым пролетарием, и мы каждый день теряем деньги, теряем время, теряем перспективы роста, перспективы жизни. Мы понимаем, как у наших детей отнимают деньги. Таких людей большинство. И такие люди, это как раз сегодня поддерживают президента Путина, потому что они верят только ему, потому что чиновничья компания и политические элиты, региональные элиты показали, что им глубоко наплевать на эту массу народа. Их интересуют другие вопросы. И вот если гипотетическая третья сила, которая может проявиться и в виде нескольких политических проектов, возьмет за основу тот тезис, что мы защищаем именно наемного работника и предотвращаем неопролетаризацию, обеспечиваем будущее обычного рабочего человека, как говорят словами немецкого философа Юнгера, рабочего, который работает и получает за это деньги, тогда мы можем рассчитывать на ответ, на эффект взаимопонимания и соответственно на массовую поддержку населения, в результате которые уже и в регионах и в центре могут попытаться прийти к рычагам управления государства новой элиты. Но в углового была сегодня надо поставить интересы нового пролетариата наемного работника. Спасибо за внимание. Спасибо, Федор Владимирович. У нас время вышло, но тем не менее я думаю минут 10 не сможем на вопрос ответить еще из 15. Какие-то вопросы у кого-либо? Ну тут поступил вопрос какое наказание предусмотрено в российском законодательстве за ошибочное в кавычках открытие уголовного дела против любого гражданина РФ. Ну да, никакого. Наверное действительно тут была взрывная ответственность. Хороший вопрос. Надо это все внедрять такую ответственность. Ну и второй вопрос. Кто-то утвердил, что решение на запуск ракеты, которая упала вообще в пару лет рублей. Это более сложный вопрос, потому что такие вещи не связаны с риском определенным. Надо пускать люфт определенным. решением ответственность вынимающие решения как ответственность которые открывают дело. Они связаны с этим. Риторический вопрос. Спасибо. вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. вопрос. Я лично идеологию третьего пути есть или нет? Мне очень нравится вопрос. Мне очень нравится, конечно, вопрос. Есть идеология. Как только ты начинаешь что-то возводить, одному мы боремся, десять будет отойдет и прочее. идеология третьего пути она на самом деле достаточно богатая и разнообразная. И здесь сидят в президиуме люди, которые ту или иную часть этой идеологии воплощают. Идеология третьего пути это прежде всего отсутствие ложного выбора. Либо ты живешь в великой стране, либо ты обладаешь себя гражданским правом, ты живешь на облогах. Нас загнали в ложный выбор. Свобода ассоциируется только со следованием прозападного курса, со следованием геодализма ЧПС-кин и прочим прочим. А великодержавность, собственно говоря, Новороссия наша, Крым наш, это мириться с тем, ты раб чиновник или в этой элиты. Мы совмещаем не только социально, да, мы совмещаем свободу гражданина и великодержавность. Самобытный русский путь и гражданские свободы, исправили неслух проститься. И слава и смелость своего национального того, что веру в свои национальные силы. Вот что такое идеология третьего пути. она должна быть живой, а не догматической, друзья, она должна граждаться каждый день, как наша организм живет. Спасибо. И я хотел бы поблагодарить Струкова Игоря Ивановича за его храбрость, которую он проявил два года назад и продолжал бороться с вами с колониями воинами, да, потому что война это значит борьба за территорией, кто-то не знает хочет превратить в колонии, которые колонии уже рядом на Украине. Во-первых, хотел бы обратиться к Вакторе за радость, за носителя русского офицера. Спасибо. В 90-х годах в Японии и всей Советского Союза армия народ едина. Но когда демократы знали армию на срезание, мне бы хотелось, чтобы партия делал, все-таки армия и ветераны стояли тоже на одни из первоочередных задач. Потому что взаимодействие с ветеранами или с военнослужащими, я имею в виду, с запасами и всеми остальными давало бы такую бы цементирующую роль как патриотизм и как сохранение патриотизма. А вопрос не такой. Баткин и с какого? Кого вы видите с лицом и лиц так называемых третьих политических силах в регионах? Конкретно или аль? Спасибо. Кого увидим лицом? Вы знаете, у нас уже много сторонников и в регионах, и в правительстве даже есть люди, которые понимают, что нужно что-то менять и что-то это делают в рамках Совета полномочий. Кто готов стать лицом? у нас много миллионов лиц, я бы сказал, в регионах. Надо просто их поднимать, раскручивать. Такими мероприятиями, например, наш город. Да, вот давайте напомним нашу поездку в Астрахань. Вот вы Александра Кобуса знаете из Астрахани? Не знаете. А человек в депрессивной области смог и инновации использовать, и наладить здорово-но-нормальную кооперацию. у вас приятного спросит вас, он расскажет. Это понятно. Есть естественные примеры касались о региональной веке. Посмотрите, что Савченко сделался в Балкородском области. Присях недостатка. Это область игрушка, правда? Мясной класс, Можно спорить, так не так было сделано, но он добился своего. Просто страна не сводится к одному человеку, даже к трем человеку. Если вы поедете по Российской Федерации, посмотрите, что делается в регионах, вы найдете массу людей, они во тьме. А сколько полезного не делают? И честно говоря, они годятся на роль менеджеров, не люблю этого слова, в руководстве государства никак не хуже, греф, чем вчерашние клерки Питерской мэрии. Понимаете? Просто их не пить. Задача третий силы, задача разумной экономики, поднять. Пусть они получат все самые субсидии государства и доступные кредиты, вы увидите совсем другую Россию, совсем других людей, а не эти рожа некоторые, которые торчат телевизором. Максим, я дополню, вы спрашивали новые лица, вчера было блестящее выступление в селе Сантеевича ию, сорвавшие аплодисменты, это представитель регионального отделения партии Деда в Приморском крае, пожалуйста, Александр Владимирович Шутов присутствует, представитель регионального отделения Ярославской области, успешные производственники, вы сколько? Тысячу рабочих мест даете? Около тысячи рабочих мест, успешные производственники, вот новые лица, вот они лица. Поскольку все-таки вопрос ко мне, я тоже считаю необходимым ответить. Я тоже полагаю, что у третьей силы должно быть много лиц. По одной простой причине, каждый человек по-своему уникален, и каждая ситуация уникальна. В случае, если мы допрыгаемся до серьезного кризиса, когда страна станет на грани переворота, или не дай бог дойдет до него, тогда может быть вперед выдвинутся стрелков или кто-либо другой, кто способен действовать в такой ситуации. Пока же этого нету, у нас есть достаточно предпринимателей и политиков, которые более компетентны в данном вопросе, и которые могут быть лицом третьей силы в той ситуации, которая сейчас предкризисная или послепризисная. Вот как раз может быть третья сила не должна в партии, в которой стоит идол, к которому приписываются все существующие мыслимые и немыслимые качества положительные, которые безгрешен и сияет как начищенный божок. Вот этого мы должны избежать в любом случае. Сейчас третья сила рассматривается нами, всеми, как коалиционные, именно как коалиционные. И в этом опять же на мой взгляд ее преимущество. Зинечка Александрович, что есть респондент Народной Академии инновационно-социальных технологий. У меня продолжение вопрос в развитии последнего выступления, когда вы говорили, чтобы не было нео-работника. Сейчас есть много технологий, которые позволяют людям быть стартовыми, зарабатывать деньги, зарабатывать рабочие места. Есть предложение вам встретиться, потом обговорить и как будем на том вопрос заключается в том, что готовы ли вы рассматривать какие-то реальные практические технологии, которые можно было бы использовать в плане повышения здоровья населения, повышения рабочих мест, повышения личностного развития людей. В конкретном плане. Готовы? Безусловно, готовы. Спасибо за предложение. это оздоровление нации, понимаете? Да, мы этим и занимаемся. Давайте поговорим после. Мы тоже занимаемся вот этим. Отлично. Еще вопросы? Здрасте, Григорий, предприниматель. Хотел спросить про ревизиционный сбор, который берища дома, правительства от ударов пару сельмашек. Вопрос, да. Ручья хотят его отменить, пересмотреть, мы там боремся с этим очень сильно. Производитель прицепа вообще ничего продать не могут. 330 тысяч нагревается в цене к новому прицепу, полтора миллиона если прицепа более трех миллиона рублей. Прицеп 150 тысяч, 330 тысяч нагревается и как сельмашек вообще к этому относится? вы говорите 50 тысяч бывшему употреблению прицепа, в первую очередь, вернее, не в первую очередь, а только этот сбор нацелен на борьбу или на выставление барьера против импорта бывших в употреблении готовых машин и прицепов тоже. Бывшие в употреблении прицепа из других стран ввести в Россию не нужно. Делать новые нужно и обязательно. Это мы должны делать. И сейчас утилизационный сбор был запущен недавно. Смысл в том, что с новой машиной собирается сбор, но в виде новых субсидий, которые возвращаются с лихвой, окупая сбор российским производителям. Поэтому если вы говорите про российских производителей прицепов, то если сейчас проблемы и есть, то они решаются в Минпроме. Я сейчас боюсь наврать, это еще раз, это решается в Минпроме, я не принимаю прямых решений, но я уверен, что эти проблемы в том, что вы говорите, что удорожается прицеп или другая продукция российских предприятий, эти проблемы если они есть, то они уйдут в ближайший месяц. Поэтому надо потерпеть и в принципе это очень хорошее, позитивное, нацеленное на развитие производства нашей страны. Здравствуйте, Владислав Дорогеев, предприниматель. У меня вот такой вопрос, я слушаю сейчас ваше выступление, то есть раз, не смотрел, так. Вопрос какой, то есть сейчас рассматривается правительством докладки экономика роста Столыпинского клуба. То есть насколько я понимаю, там даже из тех людей, которые вчера здесь выступали, некоторые люди, они там тоже участвуют. И вопрос следующий, то есть взаимодействуете ли вы со Столыпинским клубом по продвижению их программ, потому что в принципе она по многим пунктам пересекается с тем, что у вас написано в парке. Вот вот это вопрос. Взаимодействуем, да, мы приглашали Бориса Титова выступить на нашем форуме, почему-то не смог, к сожалению. Да, и пересечения большие, с программой Столыпинского клуба, но они говорят о создании 25 миллионов точек мест, и пересечения большие, но не 100%, потому что в частности они выступают просто за развитие бизнеса, не выдвигая в полного угла несколько производств. Здесь у нас различия, мне кажется, она предназначена принципиально. Но еще раз, мы открыты взаимодействуем, взаимодействуем, готовы менять это вещество праздника. И относимся к большому уважению к тому, что делает Борис Титов. Я тогда тоже добавлю, что вы понимаете в чем дело. Все эти программы, к сожалению, правительство наше рассматривают как бинокль, перевернут вот так. Некоторые программы делаются для того, чтобы успокоить общественное мнение, создать симулятор для того, чтобы что-то происходит. Я, как один из авторов программ для несостоящегося приемника Владимира Владимировича в 2000-м, как-то, местоблюстителя в 2008-м году, я вам скажу, что пишутся вот такие альтернативные программы давно. Они не используются, понимаете? Они рассматриваются и иницируются сверху как некий эффективный демонстративный продукт, как сбрасывание пары. Я боюсь, что мы имеем в данном случае с подобным случаем, что вчера один из поборников Столыпинской программы, это Валерий Владимирович, он что-то прямо сказал, нас не слышит. А что Аусан сказал? Переданные предложения, они даже не рассматриваются. Боюсь, что здесь будет то же самое. И давайте принимать внимание некоторые политикологические действия сверху, когда одной партии создают как двойник республику. Понимаете? Попытать без попытки перехвата некоторой инициативы. Но одна партия действительно принципиальная позиция, а вторая действия не приказна. Спасибо. У меня корольный вопрос к Андрею Михайловичу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, существует ли опасность, что массовые протесты против возможной фальсификации сентябрьских выборов приведут к новому Майдану и новому революции? Есть ли возможность как-то убедить власть третьей силы не совершать этой ошибки? Спасибо. Ошибка не будет совершена по одной простой причине, потому что кандидаты оцениваются до начала выборов и ни один нормальный вменяемый харизматический человек на выборах не окажется изначально. Выбирать будут между хорошими и еще более хорошими. Поэтому нет смысла никоим образом приспектироваться. Я хочу вам тоже напомнить, что Майдан на Украине ненародные массы совершили. Его организовали богатые люди, аллегариты. Тут-то поставили биотувалеты, организовали активисты, это социальные технологии управления. Посмотрите, что Украина там Майдан невозможен. Майдан здесь возможно только в одном случае, если правящая элита очень сильно раскульется, если тут разлагаться из-за экономического кризиса силовые органы. Пока этого не происходит. Так что поэтому скорее нет, чем да. А главная опасность это безусловно раскол в элите, это опасность дворцового переворота. Когда такой раскол созреет, тогда появится и масса на улице. Спасибо. У меня вопрос из-за частей состоит. Первый даже не вопрос, хотелось бы отметить очень высокую информативность этого мероприятеля. Ну, по крайней мере, за два дня мы можем почерпнуть намного больше, чем за два года на центральных каналах телевидения. Это первое. Ну, в связи с этим я хотел бы поблагодарить устроителей, организаторов и лично Константин Антонович Паркин за такое мероприятие. Второй вопрос. Очень много было интересных докладов, где представлены уникальные просто проекты в области сельского хозяйства строительства, вопрос проявления авиации. И каждый из этих проектов позиционируется как локомотив. Одни локомотивы. Скажите, пожалуйста, есть ли группа людей, которые будут анализировать эти проекты с целью создания приоритетов среди них? Первый, второй, взаимосвязь и последовательность этих проектов. Вы проектировали дальнейшим и реализировали? Ну, вы знаете, что Московский экономический форум это постоянно действующая площадка и многие проекты, многие инициативы обсуждаются в том числе и в рамках секции Московского экономического форума, которые идут постоянно? Безусловно, такая работа будет вести, но, к сожалению, в нынешнем обществе некоторые знания, которые равны 2 годам прослушиваться стальной телевидения выливаются в конкретные сроки за решетку. Вы это тоже знаете, естественно, надо выстраивать приоритеты, нужна живая работа, но если нет макроэкономических условий, то есть нет длинных доступных кредитов, нет благоприятной налоговой системы, нет внутреннего спроса, платежеспособного нет, разумного протекционизма, разумно-экономической политики, эти проекты, они рискнут стать, ну, неким таким фантазированным, вы знаете, неким эротическо-экономическим решением. Давайте решим главный вопрос, вот в чем дело. Ну, естественно, мы должны предложить, что мы можем сделать в стране. Если есть еще один вопрос, будем завершать. Один вопрос, я, наверное, Максима Калашенко или, может быть, Иван Ивановича. На самом деле, может быть, еще и руководство в форме, не знаю, кого здесь в качестве, значит, отталкиваясь от вот выступления Переслигина, эти имя общества, я не помню, Сергей Борисович, что охранитель, значит, дальше к нас четвертый, ладно, а убирал пятый, нам надо быть шестой, да, вот был год назад такой человек, Сергей Данилов, который попытался организовать Новороссии, ну, на территории ДНР, ДНР, да, суверенную денежную систему, да, не на основе, скажем, рубля, если мы относим его к охранителям, или доллар, который мы относим к либералу, да, а вот на основе там выписка новых денежных знаков, с перспективой введения, да, с перспективой введения денег Гейзеля, вот, куда этот человек, извините, подевался, может быть, кто знает, и почему его никто не пригласил на форум, может быть, он рассказал бы о своем опыте? Дело в том, что никуда Юрий Данилов не делся, безусловно, Сергей Данилов, дело в том, что идею выпускать фантики, на котором написано 10 граммов золота, но этого золота физически нет, и при этом за этими фантиками нет в общем великой страны, которая имеет в море самостоятельно торговую политику не может вести, это все-таки политика не могла увенчаться полным успехом. Ну, в Приднестрове все-таки вели свои рубли, вы знаете, но все-таки на несколько иных принципов. Да, я сейчас передам с Гиберри человеку. То есть, я считаю, что попытка была Думки Ходская, но обреченная на некоторые права. А потом, вы знаете, гизлевские деньги, но вы попробуйте расплатиться гизлевскими деньгами с поставщиками тех же там комбайнов и тракторов, которые, в свою очередь, на самом деле, тоже имеют некоторую импортную составляющую. Надо покупать на внешнем гибке. Так что, я здесь консерватор, все-таки лучше иметь сильный национальный центральный банк. А Сергей Борисович не считает иначе, чем любые слова. Гизлевские деньги это чистый индустриальный эксперимент, попытка справиться с кризисом индустриальной фазы первого появления 20-го года. В этом отношении у нас сейчас почти все элиты хотят делать в Гизлевскую модель денег. Гизлевская модель это только одно ускорение оборота и больше ничего. Это сверхкороткие деньги, в том, как для большинства проектов нужны сверхлины. Поэтому, да, новые деньги, но точно не по Гизлевским адресам. Я еще добавлю, что Гизлевские вам все время приводят одну, например, Бергли, община Бергли, которая вообще в Австрии. Дело в том, что если вы а это глава Рейхсбанка, в 20-е годы местные деньги пытались вывести сотни попыток выпустить в Германию, потом их мешками собирали. Ни один из них из этих вариантов не увечался успехом. Нам говорят о Шеймуратах. Очень хороший пример. Но дело в том, что шеймуратики должны в конце своей цикла предусматривать обмен товаров на рубли полноценные. Иначе вся сестерна. Да. Я, наверное, закончу тогда ответ на вопрос для того, чтобы просто этот эксперимент просто не мог удастся по одной простой причине. Для того, чтобы пускать свои деньги, необходимо иметь суверенность. Ни Донецкая, ни Луганская народные республики, которые в данном случае являются просто префронтовыми зонами, никакой суверенности не имеют. Ладно, это симуляторы государства. Симуляторы созданы именно потому, что нужны именно симуляторы. Не нужна ни Новороссия, ни ДНР, ни ВНР. Нужен предмет для торга с Украиной, с украинской лейтарши. Все. Поэтому никаких денег, которые даже, насколько я знаю, были отпечатаны и лежали в Ростове, никаких денег им бы никогда никто не позволил иметь. Я хочу всех поблагодарить за участие в нашей дискуссии. Будем надеяться, что она не последняя. Большое вам спасибо. Ну как? Еще еще раз. Не пригадали? Пригадал вчера.